А вы в курсе, что в Сочи работает бесплатный бизнес-инкубатор? Это программа доведения бизнес-идеи от разработки до финансового результата. Весной на курорте появился уникальный проект под названием Цитрус, дословно Центр трудоустройства студентов и молодежного предпринимательства. Проект решает сразу несколько важных задач. Во-первых, Цитрус – это абсолютно новая биржа труда для студентов и выпускников учебных заведений. На интернет-площадке представлены вакансии, которые подходят для людей без опыта работы, а все работодатели прошли предварительное собеседование и готовы брать студентов и выпускников на свои предприятия. Таким образом, за небольшой период существования проекта найти свою первую работу удалось тысячам студентов, а работодатели перестают бояться нанимать молодых людей без опыта. Во-вторых, в рамках проекта Цитрус действует бизнес-инкубатор, где в роли наставников выступают опытные бизнесмены, а в роли слушателей – начинающие предприниматели. Предлагаю послушать основателя проекта Юрия Меньшикова. Центр трудоустройства студентов и молодежного предпринимательства Цитрус – это общественная организация. Мы начали свою деятельность с конца февраля текущего года. Активно развиваемся, развиваемся полностью за счет собственных инициатив, собственных средств. За этот период нами проведено 88 мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и на популяризацию найма молодых неопытных сотрудников. Результаты следующие. Через мероприятия, через наши прошло 1600 человек. На данный момент на сайте Цитрус 38 открытых вакансий – это предприниматели, которые прямо сейчас действительно готовы брать вот эту молодежь без опыта. То есть вот этот барьер, который у предпринимателей был, мы за этот короткий период все-таки сняли. Мы не дублируем центр занятости. У нас все-таки основная задача – это молодежи помогать в трудоустройстве. Именно мы проводим тренинги по написанию резюме, как им общаться с работодателями, как им выглядеть перед работодателями, чтобы работодатель хотел их принять на работу, какими навыками они должны обладать. И мы работаем с работодателями, именно общаемся с ними. И вот убираем у них вот этот барьер, чтобы они говорили, мне нужен только с опытом. Достаточно буквально 3-5 минут общаться с предпринимателем, чтобы он понял, не надо ему с опытом, лучше взять молодого и его обучить. И это действительно тогда получается команда в бизнесе. У нас в рамках Цитруса запустился бизнес-инкубатор. На текущем потоке 45 человек – это три группы – ведут опытные наставники, бизнесмены нашего города. Это не инфобизнесмены, это действительно ребята, у которых серьезный бизнес, у которых есть свои предприятия, какие-то цеха, офисы, магазины, которые запускали ни один свой бизнес, ни единичный с ноля и довели до довольно-таки серьезных результатов. И вот эти ребята, они сейчас отдаются, опять же, бесплатно, безвозмездно молодежи, и им помогает или стартануть их бизнес, запустить, или у кого уже бизнесы есть, поднять их эффективность. У нас нет какого-то ограничения жесткого, что вот строго только такие. Но так как у нас все-таки организация молодежная, и фокус у нас, и у нас просто вокруг молодежь, просто у нас так получается, что у нас участники – это молодежь. Ну, молодежь – это до 35 лет, как бы там, это, ну, все-таки, ребята нормальные, состоявшиеся. И молодежь есть 18 лет, средний возраст где-то лет 25-30. Одна из задач наставников – это именно как раз оказать поддержку, в том числе и моральную. Стартапы, вот участники, которые приходят с идеями, у которых, ну, реально ничего нет, просто только одна идея. Наставники с ними прорабатывают эту идею на жизнеспособность. То есть за период действия вот этого инкубатора, сколько идет курс, курс идет у нас шесть занятий раз в неделю. Вот за эти шесть недель участники идею свою проверяют на практике, насколько она жизнеспособна. Если действительно да, то ее как-то упаковывают, красиво делают, привлекательной, в том числе и для привлечения инвестиций, если это требуется. Сейчас наше государство, есть краевые хорошие программы по льготному кредитованию. Одна из сложностей бизнеса, которая сейчас есть по развитию бизнеса – это, первое, это дорогая аренная плата, второе – это дорогой транспорт, транспортные услуги, и третье – это дорогие деньги. Как раз я очень прям поддерживаю вот этот проект наш краевой, льготное кредитование. Действительно он может помогать развитию предпринимательства, это факт. Действительно кредиты от 1 до 5 процентов – это хорошая поддержка. Мы занимаемся популяризацией, сами изучаем и доносим эти возможности до молодежи. На данный момент в крае это фонд микрокредитования и недавно организовался фонд поддержки промышленности. Мы с ними знакомимся. Я лично для своего бизнеса планирую сейчас использовать данную поддержку. Я сам лично изучаю данные программы и микрокредитования. Меня очень заинтересовала программа нашего края по поддержке промышленности. И я это хочу использовать лично даже в своем бизнесе. Вот пока изучаю и также и доносим эту информацию до молодежи, до наших предпринимателей, которые у нас на бизнес-инкубатере. У самого Юрия Меньшикова за плечами более 20 проектов. Какие-то были неудачными, какие-то, как говорится, выстрелили. Один из успешных – оптовая торговля террасными досками. Проект работает с 2011 года и вышел на федеральный уровень. И на достигнутом Юрий не останавливается. Помимо бизнеса личного, он решил и помочь стартаперам, начинающим предпринимателям. Для этого и создал бизнес-инкубатор. Это программа доведения бизнеса до коммерческого результата. Если это стартап, то мы его проверяем на… вернее, не мы проверяем, а наши наставники помогают участнику проверить данную какую-то идею на ее жизнеспособность. Она за период обучения проверяется и доводится до коммерческого результата. Очень много к нам пришло ребят, которые с действующими бизнесами, на самом деле, это вполне серьезные, интересные проекты, которые уже работают не один год. Они пришли для того, чтобы найти точки роста и для того, чтобы свой бизнес сделать более эффективным и результативным. Моментарно больше денег, чтобы было. Отличие именно нашего бизнес-инкубатора от других, которые я видел, в том, что у нас наставники – это бизнесмены. Значит, у нас наставников, теоретиков, преподавателей нет. Они все прошли жесткий отбор. Именно каждый на текущий момент имеет действующий бизнес. Действующий бизнес какой-то понятный. Это твердый бизнес, это какие-то магазины, это цеха. То есть это что-то, куда можно приехать и посмотреть. Это где есть люди, коллективы, где наставники, наставники, они действительно являются руководителями, руководят множеством людей. И данные бизнес-проекты у них не единственные и не первые. Они были запущены с ноля, без привлечения каких-то субсидий и так далее. То есть это люди, чистые предприниматели, эффективные, результативные, со своими когда-то взлетными падениями и на данный момент очень эффективные в своей деятельности. Вот такие у нас наставники. И я считаю, что данный формат обучения, доведение до результата, он наиболее результативен. Я сам также регулярно обращаюсь. У меня у самого есть наставники. И только это позволяет мне именно быть в бизнесе эффективным. Да, теоретические знания важны однозначно, но знания без практики – это ничто. То есть можно пройти множество курсов, и мы точно так же ребятам это направляем. И надо идти обучаться. Но для начала начни что-то делать под руководством наставника. В дальнейшем можно найти уже именно узкие знания, которые необходимо подтянуться. Кому-то нужен трафик, кому-то отдел продаж, кому-то еще что-то по его тематике. Но результат он уже сделает именно под руководством наставника. И этого наставника, скорее всего, он будет иметь всю свою предпринимательскую жизнь. Один из наставников в сочинском бизнес-инкубаторе от Цитруса – Кирилл Агалаков. Он успешно ведет сразу несколько своих проектов. Начал с экскурсионного направления, держит сеть велопрокатов и сейчас развивает новый бизнес – автомобильный. Будучи опытным предпринимателем, Кирилл не только хочет делиться своим опытом, но и сам в какой-то мере открывает для себя новые перспективы. Я рассматриваю его как, скажем так, точку роста, наверное. Потому что, да, у меня есть определенный опыт. Я не считаю себя супермиллиардером, предпринимателем. Тем не менее, я прошел уроки, я спотыкался, я снова поднимался. Мне есть что рассказать. Часто мы не видим своих ключевых, скажем так, ключевых навыков. Мы не знаем, в чем мы специалисты. И когда мне говорят, слушай, ну, выйди на аудиторию, расскажи, помоги людям. Я думаю, это что мне рассказать? Вот честно скажу, общаясь, вот Юрий – это мой наставник. Он мне говорит, ты специалист в этом, в этом, в этом. Я сижу и думаю, а ведь мне на самом деле есть что поделиться, мне есть что рассказать. Я как сделал такой вывод, что когда мы, во-первых, помогаем другим людям, мы разбираемся в их проблемах, мы поднимаем свою эффективность и мы анализируем. Вот, то есть те советы, которые я уже даю сейчас нашим участникам, я реально задумываюсь, а почему-то я не все эти советы делаю. То есть это для нас точка роста. Вот, плюс помогать молодым предпринимателям. Я прошел определенный путь, мне есть что рассказать. Вот, в принципе, вот и все. Вообще здорово найти на сегодняшний день заниматься не просто проектом или хобби, а чтобы он закрывал боль, скажем, социального характера. Помочь городу, чтобы, скажем так, не просто самореализовываться, а при этом еще и помогать людям. Это здорово. На самом деле Цитрус, он так и был создан, Центр трудоустройства студентов. Вот сейчас мы выполняем функцию такую, наставничество. То есть мы, когда приходят к нам студенты, или даже там есть не только студенты, приходят люди более взрослые, мы видим со стороны их ключевые навыки, мы видим, в чем они разбираются, и помогаем их направить. То есть вот я как папа, да, своим детям помогаем. Вот такую аналогию провожу. Когда сам начинал заниматься бизнесом и не рассчитывал на помощь других, то есть у нас были какие-то определенные запасы, были кредиты, вот, и понимаю, что на самом-то деле можно было воспользоваться, то есть написать бизнес-план, прийти на комиссию, рассказать о нем и взять на себя какое-то определенное, там, обязательство, поддержку финансовую. И мы этого не делали, честно скажу, не делали. Сейчас я понимаю, что, ну, и зря мы этого не делали. Да, я слышал об этом тоже, вот об этих программах. Планируем мы тоже запуститься, вот, допустим, новый бизнес открываем, автомобильную сферу мы еще пошли дополнительно. С нуля стартовать сложнее, тем более, вот сейчас мне уже волей-неволей, я вынужден это сделать, потому что мы обучаем ребят, которые пришли часто просто с идеей. Вот к нам, да, на бизнес-инкубатор приходят люди, у них нет подушки какой-то безопасности финансовой. И, ну, если проект очень будет интересный, мы его декомпозируем, системно разложим по полочкам, человек поймет, что от него нужно, нужно будет действовать, совместно подготовим проект. То есть, помогая другим, как, скажем так, привлечь вот эти льготы у государства, мы сначала помогая кому-то, потом поймем, что, а что я сам-то не пользуюсь. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы утверждены пять региональных проектов. На их реализацию привлечено около миллиарда рублей, чтобы к концу этого года в Краснодарском крае численность занятых в бизнес-сфере человек достигла почти 800 тысяч человек, а к 2024 году более 1 миллиона. На сегодня план этого года выполнен. Показатель уже составляет почти 800 тысяч человек. К ним планируют присоединиться и начинающие сочинские предприниматели. Предлагаю их послушать. Бизнес-инкубатор – это отличная возможность для того, чтобы развивать свои навыки как предприниматель. Прекрасное сообщество. Я сюда зашла со стартапом по продюсированию онлайн-школы. У меня вчера был первый вебинар, и в ноябре стартует курс. Я хотела бы развить свои предпринимательские навыки, найти команду единомышленников и сотрудников, и также понять, как это правильно масштабировать, систематизировать и внедрять. Те, кто только начинают свой путь, им всегда нужна поддержка. И это здорово, что у нашего государства, у края есть такие программы, и что они поддерживают тех людей, которые в разные времена, в том числе и в кризис, не боятся и начинают действовать. Конечно, да. Мы всегда тестируем большое количество гипотез. Какие-то срабатывают, какие-то не срабатывают. И это риски, это нормально, это предпринимательство. Именно поэтому мы и уходим с найма, для того, чтобы получать больший доход. Но никто не говорит вам, что ваша зарплата сегодня будет такая же, и это будет постоянно. Поэтому для тестирования гипотез нужны естественные инвестиции, либо займы, либо кредиты. Нужно их находить, и это отличные возможности. Пришла с проектом по электроэпиляции. Мне очень хочется развивать эту услугу здесь у нас в городе. Я долгое время была в декрете, мамочка с ребенком. И пора уже, ребенок пошел в садик, в государственный садик. Пора заниматься своим бизнесом. Я очень надеюсь, что... Ну, уже поняла, что да, мне здесь окажут поддержку. Вот сегодня у нас прошло первое занятие. Я уже для себя подчеркнула много того, что мне нужно сделать, что нужно внедрить в бизнес. Также я узнала о поддержках, о господдержках предпринимателей. Буду интересоваться дальше в этой сфере. Очень рада, что попала в это окружение. Еще в окружении единомышленников. И от ребят уже много получила и контактов, и полезных советов. И, в общем, надо действовать. В 2012 году я приняла решение уйти с наемного труда. Мне была всегда интересна тема предпринимательства. И было несколько попыток реализовать себя. То есть это в первую очередь была тема продаж. Я работала финансовым консультантом крупной международной компании. Потом был собственный опыт организации центра социальной направленности, где мы снимали детские художественные фильмы. И сейчас у нас уже какое-то время есть собственное производство. Я тоже считаю его социальным. Почему? Потому что мы помогаем не местным производителям реализовать свою продукцию. То есть наше производство строится на меде. У нас есть поставщик человод и меда, который сам не может реализовать свою продукцию. У нас есть поставщик орехов, хурмы. Именно эти продукты идут в состав нашей продукции. Почему я здесь? Потому что я столкнулась с тем, что производство очень финансово затратно. То есть на какого-то этапа ты тянешь его, потому что у тебя есть ресурсы. А потом ты понимаешь, что у меня сейчас такая ситуация. То есть у меня есть несколько направлений. Либо я дальше так же вяло текущее тяну сама. Либо я нахожу государственную поддержку. Либо я нахожу партнера, либо инвестора. И как раз таки одна из тем, почему меня зацепило прийти сюда. Я уже некоторое время интересуюсь. То есть либо это будет социальное принимательство, либо это будет президентский грант, либо какие-то субсидии. И я не поняла еще, что для меня важно. Но вот как раз таки одно из этих направлений я рассматриваю. Я здесь реализую свою мечту. Я занимаюсь тем, что собираю мусор в городе, помогаю старикам собирать деньги на питание. Мы кормим. И у меня давнейшая мечта еще больше и больше помогать. И сюда я пришел таким социальным проектом, социальное предпринимательство. Это сделать агрегатор таких мероприятий, которые помогают людям. Которые помогают мусор собирать. Которые помогают кормить стариков, детей, бездомные дети. То есть очень много различных социальных вопросов, которые необходимо туда направить свое внимание. И много людей, которые хотят в этом поучаствовать. Например, я. Для меня сложность была найти. А где же найти, кому помочь? Дайте кому-нибудь помочь. И вот я решил сюда прийти с этим проектом, реализовать свою мечту. И это прекраснейшая возможность. Во-первых, это бесплатно сделать. Это супер. Во-вторых, то, что здесь огромное количество менторов, которые помогут. Которые помогают. Ребята, которые уже реализовали себя, которые реализовали бизнес, они знают, набили все шишки, набили все какие-то... Они знают, куда зайти. Они знают, куда нужно идти. Кому обратиться. Кто может помочь в том или ином вопросе. И это бесценнейший вообще просто подарок. Да, это от ребят, от Цитруса, вот от государства. Плюс еще, ребят, я не знаю, как еще. Я узнал о том, что есть возможность господдержки. То есть различные льготные аккредитования. Есть социальные какие-то выплаты еще, программы. Ну, то есть их огромное количество, множество. Я прям хожу и в таком восторге. Думаю, господи, да, благодарю всех за эту возможность. Да, то есть можно получить и кредитное развитие, да. Можно получить какое-то снижение каких-то процентных ставок по кредиту. Еще там какие-то есть возможности. Ну, и отмечу, что льготные кредиты для развития бизнеса в Краснодарском крае стали доступнее. Нижняя граница сумм кредитов, выдаваемых на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств, снижена с 3 миллионов до 500 тысяч рублей. При этом максимальный заем на пополнение оборотных средств вырос в 5 раз, со 100 до 500 миллионов рублей. Если кредит выдается на инвестиционные цели в сфере туризма, его размер может составлять до 2 миллиардов рублей. Предприниматели также могут взять заем, чтобы инвестировать в строительство многоквартирных домов. Кроме того, проводится дополнительный отбор банков-участников программы. Сегодня в этот список входит порядка 80 банков, среди которых два региональных. Чтобы узнать подробности о предоставлении займов, а также уточнить список кредитных организаций, необходимо обратиться в Краевой центр поддержки предпринимательства по телефону, который вы сейчас видите на экране. Вообще Краснодарский край достаточно давно и эффективно занимается поддержкой предпринимательства. Это подтверждается тем, что наш регион является одним из лидеров по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Край старается рассматривать новые формы государственной поддержки, создавать некоммерческие организации, осуществляющие государственную поддержку. В частности, сегодня действует гарантийный фонд поддержки и создан фонд микрофинансирования. Основная задача фонда – предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сумме от 1 миллиона рублей сроком до 1 года. Фондом разработаны и утверждены следующие виды микрозаймов. Первый микрозайм для начинающих предпринимателей или старт предоставляется на условиях софинансирования. Заявитель должен иметь 30% собственных средств и 70% от общей суммы проекта выделяет фонд. Срок предоставления микрозайма от 3 до 12 месяцев, сумма от 100 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка 7,25% годовых. Займ является беззалоговым и предоставляется под поручительство, нужное не менее двух человек. Микрозайм на обеспечение государственных и муниципальных контрактов или же контракт. Он предоставляется для обеспечения заявки на участие в конкурсе-аукционе или исполнения государственных и муниципальных контрактов. Срок микрозайма до момента исполнения контракта, но не более 12 месяцев. Сумма от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Процентная ставка 8%. Но здесь нужен залог имущества и не менее одного поручителя. Третий микрозайм предоставляется на пополнение оборотных средств или же называется бизнес-оборот. Срок от 3 до 12 месяцев. Сумма от 100 тысяч рублей до 1 миллиона. Ставка 10% годовых. Предоставляется под залог имущества, плюс нужен как минимум один поручитель. Микрозайм на инвестиционные цели или же бизнес-инвест может быть направлен на приобретение основных средств, в том числе производственного, технологического, торгового и прочего оборудования. На приобретение грузового специализированного транспорта для использования в предпринимательской деятельности за исключением легковых машин. На строительство капитальный ремонт или реконструкцию нежилых помещений, используемых в предпринимательской деятельности. Срока от 3 до 12 месяцев. Сумма от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Процентная ставка 8,25% годовых. Он предоставляется под залог имущества. Здесь также нужен как минимум один поручитель. Пятый микрозайм называется «Фермер». Он может предоставляться на приобретение ГСМ, запчастей для ремонта сельхозтехники, покупку минеральных удобрений, средств защиты растений, посадочного материала, кормов и ветеринарных препаратов. Срок займа от 3 до 12 месяцев. Сумма от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Процентная ставка 6,25% годовых. Предоставляется этот займ под залог имущества. И здесь также необходим поручитель. Ну и еще один интересный микрозайм – ремесленник. Предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, осуществляющим ремесленную деятельность. Срок займа от 3 до 12 месяцев. Сумма от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Процентная ставка 6,25%. Здесь также нужен залог и поручитель. Ну и еще раз повторю, что воспользоваться микрозаймом могут все представители малого и среднего предпринимательства. А узнать всю интересующую информацию можно на сайте Центра поддержки предпринимательства Краснодарского края – mbkuban.ru. Ну и это все, о чем мы вам сегодня успели рассказать. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова